Добрый вечер, дорогие друзья! Я думаю, сейчас самое время подумать о вашей эмиграции в Австралию. С вами канал Одна Австралия и я, Александр Петров. Я думаю, вы немножко удивились, потом подумали, сказали, о, опять за старое взялся, мы уже об этом только и думаем, нам надо бы въехать, а там мы разберемся. Дорогие друзья, а представьте себе, что въехать сюда не такая большая проблема. Представьте себе, что вы сюда въезжаете, и вы не зависите ни от Александра Петрова, ни от какого-то учебного заведения. У вас очень много возможностей. Прямо как помните, песня Макаревича «Машина времени» «Пришел как бык на красный цвет, ты был герой сомнений, и нет, никто тебя не мог в пути свернуть». Но если все открыть пути, куда идти, с кем идти, то как тогда бы ты нашел свой путь, нашел свой путь? То есть представим себе, что все пути для вас открыты. Ну, назовем это германизация вашей эмиграции в Австралию. Вы должны помнить, что все эти немцы, поляки, чехи, французы, испанцы, итальянцы въезжали сюда, ну просто в легкую. Но их эмиграция в Австралию была далеко не простой вещью. И я скажу, что я встречал людей, которые по 10, по 12 лет здесь учились, и так и не смогли понять, каким образом им эмигрировать. Люди, когда приезжали сюда, им было по 20 лет, по 18 лет, но они не знали, что делать. Некоторые здесь были еще до этого по пару лет на walking holiday visa. И мне говорили, Alex, we don't know how to emigrate. Соответственно, вы можете оказаться в такой же ситуации. Слава богу, если вы окажетесь. И вы думаете, о, боже мой, да мне бы только хорошо вы оказались. Может прийти момент, когда хотя бы для части из вас мы сделаем такую возможность очень легкой. А что дальше? Поэтому я думаю, что надо бы вам, дорогие друзья, все-таки решить, какие у вас пути иммиграции возможны, если вы оказываетесь на территории Австралии. И если вот эта самая главная преграда будет убрана. Потому что настанет момент, когда вам будет приехать сюда очень легко и очень просто. Если это случится, у вас будет на размышления месяц, полмесяца, полтора месяца. Я не думаю, что решить, как вы будете в конечном счете получать этот заветный паспорт, и у вас просто не останется времени на то, чтобы выбрать путь и для этого пути подготовить массу документов. Простейший пример. Завтра вам сказали, что подавайся, через три дня получишь визу. А вы даже не знаете, что делать. И вы говорите, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, а я же плотник. Так у меня со стажем что-то не то. Ну, вам надо как минимум три-шесть месяцев, чтобы собрать все документы, доказывающие ваш стаж. Иначе приехать сюда вы этого не сможете сделать. А вы не готовы. Поэтому, дорогие друзья, что бы ни случилось в будущем, мы постараемся, мы сделаем все возможное. Это и в наших интересах, чтобы вы сюда приехали без проблем. Но вы должны понимать, что будет дальше. Да, вот вы здесь, у вас виза, ну, любая. Туристическая, которую можно продлить на любую другую. Студенческую, рабочую и так далее. Студенческую, потом рабочую, например, миграционную. Что вы можете сделать? Я хочу, чтобы вы подходили уже к моменту решения проблемы о въезде с подготовленными к каким-то планам А, Б, Т. Потому что в противном случае может оказаться, что через месяц, ну, надо уже подаваться на визу, за этот месяц подготовить эти документы, решить, что будет делаться после этого. А вы не готовы. И это будет очень досадная фиация. Я скажу, что такое было у нас, когда ребята подались на туристическую визу, получили ее быстро. Тогда же была такая ситуация, слушайте, вот такая ситуация была в конце 2019-го, в начале 2020-го года. Напомню, что любой человек, который съездил в Чехию и Японию, в сумме это было, ну, тысяча австралийских долларов, где-то там 50, наверное, 60 тысяч рублей. Любой человек мог без всякой проблемы податься на австралийскую визу и получить ее через, ну, скажем, 4, 3, 2 даже дня. И приезжал сюда. И люди были застегнуты врасплох. Они не решили какие-то вопросы, не решили какие-то проблемы, не подготовили какие-то документы. И в итоге лавочка закрылась. Хорошо, если случилось с ними так, как с Данилой, через достаточно сложные комбинации и ходы, все-таки он приехал сюда, и все у него будет нормально, я гарантирую, у него все будет нормально. Но есть люди, которые не успели, просто тупо не успели, и в итоге они остались за бортом. А обстоятельства изменились, и все, эти люди уже не въехали, и вся их австралия забыта. И я не думаю, что это во благо им пошло. Поэтому, дорогие друзья, давайте так. Считайте, что вы сможете сюда въехать достаточно несложно. Нет, это все будет сложно, но это будет вполне реалистично и вполне нам по силам. А что дальше? Что дальше, я хочу вас спросить. И я хочу знать детальный ответ на то, что дальше, с обсуждением со мной, или сразу вы его даете мне для критического осмысления, но чтобы мы знали, что будет дальше. Потому что, когда придет момент, когда все для вас сделано, и вы можете сюда въехать, вы не готовы. А момент отпускать нельзя. Никогда.